Утро от первого, мы на месте. Тринанс за рвотом, включили до тускового пояса. Изопринято, уезжаем. Примерно в 11 часов вечера на пункт 102 Центра оперативного управления с проспекта Республики поступил звонок от прохожих. Горожане сообщили, что на остановке возле рынка Комешбулак сидит избитый парень. По всей видимости, молодой человек уже довольно долгое время провел на остановке, так как она была залита кровью. Что случилось, рассказывать полицейским он отказался. Что с вами случилось? Вас кто-то избил или вы упали? Вы спиртное употребляли сегодня? Мужчина долгое время отказывался общаться с блюстителями в порядке, но вскоре все-таки рассказал, что с ним произошло. Я возвращался с вечеринки. Здесь по неосторожности зацепился ногой за ступеньку и упал на асфальт, ударился лицом. Выпить я, конечно, выпил, но совсем немного. Выпил, признаюсь, но меня никто не избивал. Полицейские вызвали на место происшествия бригаду врачей, которая оказала пострадавшему первую медицинскую помощь. На предложение медиков проехать в больницу молодой человек ответил отказом. Минувшие дожди принесли много хлопот жителям области и сотрудникам департамента ПЧС. Так, в 9 часов утра за помощью к специалистам Ахтаральского управления по чрезвычайным ситуациям обратились жители села Оркен. По словам Ольчан, в результате проливных дождей несколько домов оказались затопленными. И нужна техника, чтобы спасти их жилище. Через несколько минут аналогичный вызов дежурному поступил от жителей села Атакент, где под водой оказались около десятка домов. По указанным адресам с пожарной части номер 21 села Атакент и 22-й части, расположенной в селе Осыкота, прибыли 7 пожарных автомашин и 3 мотопомпы для откачки воды. К счастью, в происшествии никто не пострадал. Пожарные откачали воду на территории 200 квадратных метров. Позже сотрудники противопожарной службы помогли установить местным жителям в опасных местах насыпные дамбы. Ашимкенских пожарных в 2 часа ночи вызвали на пересечение улицы Айрамская и проспекта Талкихана. Здесь в результате столкновения автомашин «Лада Приора» и «Шевролета» от удара вспыхнула иномарка. На место пожара выехали 2 единицы спецтехники. В течение 30 минут сотрудники службы пожаротушения автомашину полностью погасили. В результате возгорания автомобиль выгорел, но, к счастью, люди в этом происшествии не пострадали. Утрак 1, на месте. Тринанс за руководом включили в эту сколу поезды. – Не запринято. Выезжаем.